Мультимедийный USB пульт дистанционного управления Это удобный девайс для тех, кто использует свой компьютер на все 100 А также мы ждем вас в нашей школе виртуального спорта Сегодня мы расскажем о том, когда стоит идти в раж И конечно же, вас ждет захватывающий бой между командами ЦСКА и Агат на карте Деклан 1 Мил Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира Известный корейский варкрафтер Moon помог протестировать StarCraft 2 Изначально геймплей создается для киберспорта, то есть затачивается под мультиплеер Сделать игру более сбалансированной создателям помогают известные программеры Moon протестировал несколько миссий из одиночного обучающего режима прохождения в играх против компьютера Он отметил, что физика игры очень схожа с первой версией Это позволит выступать на соревнованиях без изнуряющих тренировок По мере приближения гранд-финала World Cyber Game 2007 Мы становимся свидетелями жесткой визовой политики США по отношению к остальным странам При обращении в посольство за получением документов для въезда Вся сборная Грузии в количестве 8 человек получила отказ Организацией занималась Грузинская федерация киберспорта Напомним, что состав российской команды выделился сравнительно недавно И в данный момент игроки как раз заняты получением виз Скоро на территории Российской Федерации состоится Крупнейший чемпионат мира по Counter-Strike 50 тысяч долларов не видны до сих пор цифры для российского киберспорта Многие по-прежнему отказываются верить в правдивость информации Однако уже было получено официальное подтверждение от организаторов Intel Challenge Cup 2007 Соревнования пройдут во второй половине сентября в Москве Ивента такого масштаба в России еще не проводилось Сразу по завершении гранд-финалов ЕСВЦ 2007 Команду Four Kings решила ставить Креолофус Для королей эта потеря казалась долгое время незаменимой Кто еще сможет показывать такие стабильные высокие результаты На мировой сцене Warcraft 3, если не креву? Но выбор был сделан И игроку необходимо было сконцентрироваться на своей учебе Его место занял игрок команды Just Players Lilt C Вчера он официально вошел в состав Сегодня мы будем рассматривать, когда стоит идти в Rush От английского Rush Когда тактические действия стремительно переходят в прорыв позиций против Если не брать в расчет, что тактика зависит от карты И от стиля игры противника То выбор момента, когда стоит идти в Rush Или, как некоторые называют, в аркаду Зависит от следующих ситуаций Первая и самая обыденная Когда команда решает сильно не заботиться о тактике Не хочет долго и упорно выбивать противника с позиций Она идет в Rush В быструю атаку на один из бомб-плентов Основная задача Оперативно захватить бомб-плент Поставить бомбу и занять оборонительные позиции В пятером Если добежали без потерь Защищать один бомб-плент в разы легче, чем атаковать противника по всей карте Вторая ситуация Возникает по ходу игры И ее можно разделить на два варианта Один из которых наступает в самом начале раунда Так как респаунов больше, чем игроков одной из сторон То каждый раз Они респаунятся в новых местах Места эти повторяются примерно раз в 3-4 раунда Соответственно Есть момент Когда респауны всех игроков Находятся ближе к какому-либо из бомб-плентов Иногда этим стоит воспользоваться и рвать с места в атаку Заставляя противника врасплох Уважаемые адепты нашей школы Стоит обратить внимание на то, что раш Может возникнуть в любой момент раунда Допустим Вы обнаружили, что противник Скопился на какой-то позиции Вы смело можете атаковать другую Не встречая достойного сопротивления В упорной игре Надо действовать максимально оперативно и четко Надо осознавать, что даже хорошее знание того, когда стоит идти в раш Не освобождает вас от ответственности Хорошо тренировать совместные аркадные действия Именно слаженные действия команды в целом Дают высшие результаты Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись Смотрите далее Мультимедийный USB пульт дистанционного управления Это удобный девайс для тех Кто использует свой компьютер на все сто И конечно же Вас ждет захватывающий бой между командами CSKA и AGAT На карте Declan 1MIL Представляем обзор киберспортивных девайсов Мышь Сайт Уиндер Маус По утверждению компании является первым изделием линейки С созданным с самого начала с прицелом на указанной область применения Что превращает ее из обычного манипулятора В настраиваемую игровую систему В этой мыши использованы самые последние технологии Функция Quick Turn Макрокоманда быстрого кругового обзора Встроенный жидкокристаллический экран И держатель кабеля одновременно Служащий футляром для аксессуаров Оригинальное периферийное устройство представила компания IdeaZone Каждая из клавиш и клавиатуры Merck Stealth Оснащена трехцветной подсветкой С регулируемой в трех градациях яркостью свечения Таким образом в темноте Игрокам станет комфортнее Говорит производитель Ориентированность именно на эту аудиторию Подчеркивают и 34 клавиши Вынесенные в отдельную секцию Предназначенную для использования в играх 9 из них отвечающие за передвижение персонажа Компактная оптическая мышь O-Click 523S Основные ее особенности явно вытекают из всего вышесказанного Мышь имеет небольшие размеры Дабы ее можно было легко носить с собой Фактически данная модель по габаритам Примерно равна пачке игральных карт Но не такая угловатая Впрочем, некоторая квадратность форм прослеживается Но в работе не мешает Рассуждать о какой-либо эргономичности В случае столь небольших размеров Не имеет смысла Мультимедийный USB-пульт дистанционного управления Это удобный девайс для тех, кто использует свой компьютер на все 100 Как? Спросите вы Очень просто Ведь персональный компьютер может быть и телевизором И стереосистемой И DVD-плеером Единственная проблема, чтобы включить все это Надо каждый раз походить к компьютеру И долго нажимать на кнопки С помощью пульта GoToYou Вы можете просто наслаждаться возможностями своего ПК Каждая кнопка отвечает за включение той или иной программы Здравствуйте, уважаемые зрители Сегодня вы станете свидетелями очередного матча Прошедшего в рамках девятого тура чемпионата НПКЛ сезона 2006-2007 Вас ждет встреча двух столичных клубов ЦСКА и Агрессив Атак Итак, состав команды ЦСКА Клуб ЦСКА представляет из себя молодую перспективную организацию Главой клуба является Вахрамеев Олег, более известный как Килла Ну а сама команда собрана из молодых, но очень амбициозных игроков Состав команды Агрессив Атак Капитан команды Сергей Вест Уколов, 24 года Владимир Дарк Уваров, 21 год Евгений Куку Рус, 23 года Алексей Овердрайв Бирюков, 21 год Дмитрий Хэт Слепченко, 18 лет Агрессивная атака не сразу пришла к такому составу В итоге мы имеем команду из четырех опытных игроков, которые играли за многие топовые команды России Матч обещает быть напряженным Первую карту с разгромным счетом выиграли Агат Посмотрим, удастся ли игрокам ЦСКА оправиться после такого удара и дать ответный бой Свои первые атаки игроки Агат принимают решение атаковать плент БФ4, а Вест занимает позицию на центре Как только Агат переходит к активным действиям, игрокам обороны сразу удается остановить эту атаку Агат сразу теряет двоих игроков, но при этом Овердрайв делает два фрага на центре Агат задерживается с проходом на плент, давая возможность игрокам обороны подтянуть все силы к месту действий Евгению Руссу удается добраться до плента, но поставить бомбу ему не позволяет брошенная Гансом граната И все тот же Ганс убивает Овердрайва, зарабатывая третий фраг в первом раунде ЦСКА выходит вперед В четвертом раунде у Агат уже есть возможность закупиться И они проводят медленную атаку, пытаясь прессинговать по всем направлениям Но оборона не допускает ошибок и перестреливает игроков атаки на всех позиций Почти без потерь раунд за ЦСКА 4-0 В седьмом раунде Агат производит быструю атаку в сторону плента А Происходит серия разменов Хэт с Овердрайвом делают последние фраги И агрессив атак удается остановить ЦСКА 6-1 В восьмом раунде у Агат вновь получается провести результативную атаку Стоит отметить действия Евгения Русса, играющего под ником Куку Именно благодаря его действиям Игрокам его команды удается занять ключевые позиции Этот раунд был последним взятым раундом для игроков атаки ЦСКА удается собраться и брать все оставшиеся раунды в защите Одно за другой они останавливают атаки, практически не давая шансов на успех Стоит отметить отличные действия братьев Столяровых, которые к концу первой стороны настреляли на двоих почти 40 фрагов Блестящее действие ЦСКА в обороне и счет 13-2 Команды меняются сторонами В первом раунде игроки атаки принимают решение провести быструю атаку в сторону плента Б Но их встречают точные выстрелы из ЮСП По два фрага от Овердрайва и Куку и раунд за Агат 13-3 Очень важный раунд взят Во втором и третьем раунде игроки ЦСКА проводят быстрые атаки с пистолетами, которые без проблем останавливают игроки защиты Стоит отметить очень красивый хэдшот с Дигла от Ваттера во втором раунде Красивый фраг, но счет тем временем становится 13-5 Пришло время раунда на оружие В этой ситуации его можно назвать одним из ключевых раундов игры ЦСКА постепенно продвигается в сторону плента А и начинают наступление с двух направлений Происходит серия разменов, благодаря которой игрокам ЦСКА удается растянуть оборону Агат и заставить их отдать плент Последние киллы и раунд за ЦСКА 14-5 Каждый раунд теперь может стать последним ЦСКА направляются в очередную атаку, но встречают серьезное сопротивление игроков защиты И им не удается добраться до плента А Очень важный фраг делает на центре Добер Его поддерживает Ганс и вот уже остается только Овердрайв против двоих ребят из ЦСКА Они ставят бомбу, но Алексею Бирюкову удается выручить свою команду Он убивает обоих и разминирует бомбу 15-6, Агат продолжает бороться Теперь ЦСКА решает атаковать быстро Происходит серия разменов и на этот раз Ганс и Дося остаются вдвоем против троих игроков защиты Ганс блестяще разбирается в ситуации, делает два очень важных фрага Против ребят из ЦСКА остается лишь Вест, которому не дает шансов Дося Последний килл и мы поздравляем команду ЦСКА 16-6 Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин